МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители. Сегодня 1 октября. Вы смотрите программу День веков хронограф. Для вас ее проведем мы, я, Юрий Смирнов. И я, Зеляна Шахова. 1 октября 1861 года известный аэронавт Тадео Шлоуи принял командование над первым в истории Америки военным воздухоплавательным подразделением в составе 50 человек. Демонстрационный полет, проведенный им неделю назад, так запал в душу военному секретарю Симону Камеру, что он велел аэронавту срочно приступить к постройке еще четырех аэростатов. Во время этого полета удалось обнаружить высадку конфедератов в штате Вирджиния и вовремя сообщить об этом в штаб. Каждый из семей аэростатов имел разные объемы оболочки, но каждый способен был подняться на высоту более полутора тысяч метров. Новое подразделение действовало на редкость успешно. Под Йорктауном и Фридрихсбургом оно поставляло ежечасные сводки о передвижениях армии конфедератов. А во время битвы при Фаер-Оакс сообщало о позициях врага, что и привело в результате к победе. В августе 1863 года подразделение было расформировано. 1 октября 1869 года в Вене были выпущены первые почтовые открытки. По рекомендации профессора Венской военной академии Эммануэля Германа австрийское почтовое министерство приняло решение выпустить первую карточку для корреспонденции. На одной стороне которой было отведено место для адреса и наклеивания марок, а на другой размещался бланк для текста сообщения. Новинка пришлась по вкусу всем европейцам, и скоро почтовые открытки распространились по миру. Первые почтовые карточки открытки в России появились в начале 1870-х годов. Одно из первых издательств открыток – художественное издательство Евгенинской общины «Сестер милосердия Красного Креста» выпустило первые иллюстрированные открытки к Пасхе 1898 года. Сегодня 1 октября. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сейчас давайте обратимся к событиям мировой истории 20 века. 1 октября 1928 года в СССР вступил в действие первый пятилетний план развития страны, разработанный на основе директив 15-го съезда ВКПБ. Главная задача первой пятилетки состояла в построении фундамента социалистической экономики, дальнейшем вытеснении капиталистических элементов города и деревни, в укреплении обороноспособности страны. СССР должен был превратиться из аграрной в развитую индустриальную державу. Центральной частью плана являлась его строительная программа. Общий объем капитальных вложений за пятилетия составил 7,8 миллиардов рублей, что в два раза больше, чем было вложено за предыдущие 11 лет. Половина всех капитальных вложений направлялась на развитие промышленности и транспорта. Индустриализация была встречена с энтузиазмом, в особенности среди комсомольцев. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную строили сотни заводов, электростанций, прокладывали железные дороги. Часто приходилось работать в три смены. В 1930 году было развернуто строительство около полутора тысяч объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталов вложений. Было воздвигнуто несколько гигантских промышленных сооружений, Днепрогесс, Магнитогорские металлургические комбинаты, другие. В 1935 году открылась первая очередь московского метрополитена протяженностью 11 километров, 200 метров. Из-за границы были приглашены инженеры. В срочном порядке создавалась отечественная система высшего инженерно-технического образования, а в конце 1932 года было объявлено об успешном и досрочном выполнении первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. Подводя ее итоги, Сталин сообщил, что тяжелая индустрия выполнила план на 108% за период между 1 октября 1928 года и 1 января 1933 года производственные основные фонды тяжелой промышленности увеличились в 2,7 раза. 1 октября 1946 года в Нюрнберге завершил работу Международный военный трибунал. В 1945-46 годах в Нюрнберге в Международном военном трибунале прошла серия судебных заседаний, на которых служились дела высокопоставленных нацистских военачальников. Обвинение было предъявлено по четырем пунктам. Преступление против мира, а именно планирование военной агрессии в мировом масштабе, заключение захватнических соглашений и притворение их в жизнь, преступление против человечества, истребление и депортация народов и геноцид, военные преступления, нарушение правил ведения войн и тайные заговоры для реализации деяний, перечисленных в первых трех пунктах. Международный военный трибунал действовал на основании Лондонского соглашения августа 1945 года, подписанного представителями держав-победительниц СССР, США, Великобритании и Франции. Соглашение содержало хартию, определявшую компетенцию Международного военного трибунала при рассмотрении дела нацистских военных преступников. Сложность классификации и наказуемости преступления заключалась в том, что противозаконные аморальные деяния обвиняемых высших чинов держав по термину «ось Римберлин-Токио», держав «Оси», так называли страны гитлеровской коалиции, проходили в различных регионах планеты. Поэтому был необходим некий универсальный уголовный кодекс, на основании которого их можно было бы привлечь к ответственности. Позже на соглашении поставили свои подписи представители еще 19 держав. Как следует из текста документа, Международному трибуналу предоставлялось право судить любого человека или организованную группу, деятельность которых была направлена на развязывание войны. Если группу признают преступной, каждый ее член предстает перед судом отдельно. Естественно, все права обвиняемого и, главным образом, право на защиту гарантировались. Всего за время Нюрнбергского процесса прошло 216 судебных заседаний. Наконец, 1 октября 1946 года был вынесен вердикт в отношении 22 из 24 обвиняемых. Дело в том, что Роберт Лей покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а Густав Крупп фон Боллин был признан невменяемым из-за тяжелого психического расстройства, поэтому не мог быть подвергнут наказанию. Согласно вердикту, трое обвиняемых – Дьялмор, Шахт, Франц фон Папен и Ханс Фридше – были оправданы. Семеро были приговорены к различным срокам тюремного заключения – от 10 лет до пожизненного. Оставшиеся 12 нацистов были приговорены к смертной казни через повешение. Редактор субтитров А.Семкин